Всем добрый вечер. Мы сегодня собрались с вами, чтобы поговорить о новых правилах расчета детских пособий в 2018 году. Моя фамилия Ганжа, зовут Людмила Юрьевна. Я сертифицированный преподаватель Центра обучения специалист. Работаю в области бухгалтерского учета и налогообложения уже больше 20 лет. Имею огромную кучу всяких дипломов и сертификатов, поэтому мы с вами сегодня будем говорить на профессиональной основе. Что касается стандартных наших с вами начислений всевозможных пособий, то, конечно, особо нового там мы ничего не увидим, но, конечно же, индексации, повышения и правила расчета немножечко поменялись. Кроме того, у нас вышел приказ, указ президента, и эти пособия у нас потерпели ряд изменений, потому что появился совершенно новый расчет. Подобного вида выплат мы не видели уже давно, с тех пор, как у нас появилось такое понятие, как материнский капитал. Программа материнского капитала на второго ребенка, принятие новых законов о декретных выплатах работающим женщинам из фонда социального страхования и так далее, и так далее. Что нас ждет в 2018 году с вами? К детским пособиям принято относить у нас выплаты, которые касаются рождения детей. Есть у нас 81-й федеральный закон, давно уже принятый, в 1995 году, о государственных пособиях гражданам, имеющих детей. Чаще всего работодатели сталкиваются с расчетом и выплатой таких пособий, как пособие на постановку на учет в ранние сроки беременности, пособие по беременности и родам, пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до достижения возраста, ему полутора лет. Также есть ряд физических лиц, которые обращаются еще за одним видом пособия, пособие по уходу за ребенком до трех лет. Оно настолько мизерное, что не каждый родитель обращается за этим пособием к своему работодателю. Эти четыре вида пособия выплачивает работодатель, и на эти выплаченные пособия можно уменьшить сумму страховых сносов, в которые мы начислили фонд социального страхования, и получить из фонда возмещение, если оно превышает ваши начисленные страховые взносы. В некоторых регионах существует пилотный проект, в рамках которого пособия выплачиваются не работодателям, а напрямую с ФСС. В этом случае территориальные органы в этих регионах сами начисляют и выплачивают детские пособия. Я привела перечень регионов, все их перечислять не буду. Ближайшие к нам Орловская, Вологодская, Брянская и так далее, Белгородской области. То есть то, с чем мы с вами можем столкнуться непосредственно, если будем работать в этом регионе, соответственно. Поскольку Москвы здесь нету, то мы соответственно обращаемся в фонд социального страхования. Что касается январского повышения пособий, то их у нас не было. То есть индексации детских пособий с 1 января не было. И вся индексация происходит у нас начиная с февраля, с 1 февраля каждого года. И соответственно детские пособия индексируются только с 1 февраля. Коэффициент индексации утверждается федеральным законом правительства Российской Федерации. Индексация касается выплачиваемых работодателями пособий, таких как единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. То есть с 1 января по 1 февраля детские пособия выплачиваем в тех же размерах, что и в 2017 году. То, что было у нас в 2017 году, то и действовало в январе. 613 рублей при постановке на учет в ранние сроки, единовременное пособие 16 350 рублей, и минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет 3795 рублей 60 копеек. Что касается индексации, с февраля действует коэффициент, увеличивающий на 2,5%. Конечно, это очень небольшие деньги в рамках одного физического лица, получающего эти пособия, но в рамках страны это, в общем-то, выливается в деньги более серьезные. Таким образом, мы применяем коэффициент повышающий, и пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности, это уже не 613 рублей, а 628. Единовременное пособие при рождении ребенка не 16 350, а 16 759 рублей. Что касается ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 3795 рублей 60 копеек, но если есть регион, где установлен районный коэффициент к заработной плате, то детские пособия будут выше, поскольку их требует дополнительно увеличивать на величину повышающего коэффициента. Это не Москва, это отдельные регионы. Итак, по порядку про каждое из пособий. Пособия за постановку на учет в ранние сроки беременности с 1 февраля выплачивают один раз женщинам, которые встали на учет в медицинских учреждениях в срок до 12 недель беременности и имеют право на пособие по беременности и родам. То есть у нас сумма, еще раз повторюсь, 628 рублей 47 копеек. И есть, конечно, в связи с этим спорные некие ситуации. Например, женщина передала нам справочку в бухгалтерию 26 января. О том, что она в 2017 году встала на учет в ранние сроки беременности. В каком размере выплатить пособие? Пособие надо выплачивать на дату начала отпуска по беременности и родам. То есть мы берем пособие в ранние сроки на тот год, на который приходится дата начала отпуска. Женщина вышла в декрет со 2 февраля 2018 года, поэтому ей пособие выплачиваем в размере 628 рублей 47 копеек. Если бы же начало декретного отпуска пришлось на январь, то пособие выплачивали бы в меньшем размере, который действовал в 2017 году. Итак, еще раз. Она нам 26 января передала справку. Пособие по беременности и родам у нее будет, вернее отпуск по беременности и родам 2 февраля. Поэтому, несмотря на то, что она нам передала в январе, мы ей применяем уже пособие размер февральский. Единовременное пособие при рождении ребенка. Единовременное пособие на рождение ребенка на него имеет право один из родителей. Если рождается не один ребенок, а больше, то выплачивается пособие на каждого ребенка. Выплачиваем мы пособие в течение 6 месяцев после рождения ребенка, при условии, если сотрудник нам предоставил все необходимые для назначения пособия документы. И опять же, в связи с тем, что индексация происходит с 1 февраля, при назначении пособия может сложиться неоднозначная ситуация. Если ребенок родился в 2017 году, а за назначением единовременного пособия при рождении ребенка в бухгалтерию обратились уже после 1 февраля 2018 года, в каком нам размере выплачивать пособие. Здесь мы смотрим на дату рождения ребенка, а не на дату обращения за пособием. Если ребенок родился в 2017 году, в этом случае размер пособия будет без индексации 16 350 рублей 33 копейки. Если же ребенок родится после 1 февраля, тогда будет 16 759 09. В некоторых субъектах предусмотрены надбавки. Например, в Москве дополнительную материнскую поддержку оказывают молодым семьям. Есть у нас постановление 199 правительства Москвы, которое регламентирует данный порядок. В Московской области есть свой закон, в 2006 году он был принят, номер 1, единица дробь 2006 ОЗ. Согласно ему, к примеру, при рождении первого ребенка дополнительное пособие в Московской области составляет 20 000 рублей. Но эти пособия, чьи из работодателя не оформляются, эти пособия может сотрудник ваш получить только в управлении социальной защиты населения. Еще раз повторю, к работодателю за ним обращаться бесполезно. Дополнительные мы пособия не выплачиваем. Кроме того, эти пособия полагаются далеко не всем, и эти вопросы можно уточнить только лишь в управлении социальной защиты населения. Кому полагается, или же, соответственно, прочитать нужный закон, который регламентирует данный порядок, чтобы идти в управление уже подготовленным, подкованным, соответственно. Следующее пособие, про которое хотелось бы сказать, это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Изменился размер МРОТа у нас с вами с 1 января 2018 года. Значит, если нам говорить про ежемесячное пособие по уходу за ребенком, мы всегда ориентировались на МРОТ, действующий с 1 января. В прошлом году, в 2017, у нас на 1 января был МРОТ 7500, потом в июле он поменялся на 7800. И в результате, в зависимости от того, в какой период наши мамочки уходили в отпуск по уходу за ребенком, мы рассчитывали пособие, исходя из МРОТа, если то ориентируясь на эти цифры. Сейчас мы ориентируемся с вами на 9489. Минимальный размер пособия с 1 января составляет 3795 рублей 60 копеек. Он считается как 40% от МРОТа. Менее этой суммы в качестве пособия по уходу за ребенком до полутора лет выплачивать нельзя. За вторым и следующими детьми минимальный размер не изменился. Он составляет 6131 рубль 37 копеек. И после 1 января также он у нас был. Но с 1 февраля 2018 года применяется коэффициент индексации. Помните, на 2,5% у нас повысились пособия. Это означает, что с 1 февраля, если проиндексировать пособия, их размеры составят. 3065 рублей, что у нас было в прошлом году. Получается 3142. И пособия на второго и последующего детей 6284. Получается, что после индексации размер пособия на первого ребенка оказался меньше размера, рассчитанного из МРОТ. То есть 3142 рубля, которые посчитали мы с учетом индексации, это меньше чем 3795 40% от МРОТ. Конечно, в этом случае мы будем выплачивать сумму какую? 3795 40% от МРОТ. Так, минимальный размер по уходу за первым ребенком 3795 60%. А вот что касается пособия на второго ребенка и следующего. С 1 февраля вместо 6131 здесь было меньше, с 6131. С учетом индексации получается 6284 рубля 65 копеек, что соответственно выше. И будем на второго и следующего ребенка минимальный размер предоставлять этот. Что касается максимального размера пособия по уходу за ребенком, то у нас сам размер не ограничен. У нас ограничен размер среднего заработка, из которого рассчитывается пособие. Размер среднего дневного заработка для расчета пособия не может превышать сумму, которая превышает предельную величину базы для начисления страховых взносов за два предшествующих года. У нас в 2016 году предельная величина составляла 718 тысяч рублей. Именно с этой суммы начислялись страховые взносы на обязательное социальное страхование. И 755 тысяч в 2017 году. Если нам сложить эти две цифры и разделить на количество календарных дней, которые признаны общими 730 дней, мы получим сумму 2017 рублей 81 копейка. Получается, что если наша сотрудница получала, или сотрудник, то есть папа тоже может сидеть в отпуске по уходу за ребенком, если наш сотрудник получал сумму большую, чем те суммы, которые мы видим, предельные, то ему будет оплачиваться, исходя из 2017 рублей. Если же доход сотрудника был меньше, чем эти предельные значения, расчет ведется, исходя из его фактического заработка. То есть если у сотрудника стабильно заработная плата 50 тысяч рублей в месяц, за год он зарабатывает 600 тысяч рублей. В этом случае расчет будет производиться из 1 200 000, деленных на 730. Далее нужно умножить средний дневной заработок на среднемесячное число календарных дней. Для каждого вида пособия или же отпуска у нас используется разное количество календарных дней в месяц. Так вот для расчета пособия у нас их с вами 30,4 десятых, потому что и выходные, и праздничные дни оплачиваются пособиями. 30,4 десятых. И в этом случае получается, что максимальный размер среднемесячного заработка для расчета пособия составляет 61 341 рубль 42 копейки. Это 2017 рублей умножить на 30,4 десятых дня. Но мы помним о том с вами, что каждый месяц мы, сотрудницы, выплачиваем не более чем 40% от среднего заработка за месяц. Поэтому предельная величина ограничена суммой 24 536 рублей 57 копеек. Логика рассуждения здесь понятна, да? Это максимальный размер пособия за месяц. Следующее пособие, о котором мы с вами поговорим. Это пособие по беременности и родам. В общем-то это пособие представляет собой выплату по больничному листу, который выдается сотруднице в связи с родами. Это пособие. Так же, как пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности, мы предоставляем только тем сотрудницам, которые работают у нас по трудовому договору. Если говорить про стопроцентную оплату, то здесь достаточно иметь стаж длительностью не менее 6 месяцев. Если же стаж составляет меньше полугода, то пособие рассчитывается тогда из минимального размера оплаты труда для данного региона. Что касается продолжительности больничного листа. У нас, как правило, идет 140 дней. 70 дней предоставляют сотрудницы до родов и 70 после. Если роды осложненные, то это 156 и 190 дней, если у нас двойня или больше детей, соответственно. Весь этот период оплачивается женщине, исходя из размера месячного заработка за 2 года, который предшествует наступлению беременности. Если сотрудница работала не только в нашей компании или же вообще в нашей компании не работала, в этом случае мы можем ей посчитать, исходя из МРОТа, либо она может принести справку о размере доходов в этих компаниях. Сотрудница может заменить периоды расчета предшествующие 2 года на более ранние 2, но не более. Если она приходит с предыдущего места работы и переносит вам справку за предыдущие 2 года только, то вы не можете сделать расчет иначе. В этом случае нужно ей предложить попросить взять справку предыдущего работодателя за предшествующие годы. Сейчас 16 и 17 берем в расчет, а это получается можно еще 15 либо 14, если, например, наша мамочка до этого также находилась в отпуске по уходу за ребенком или же по беременности и родам. На сроке в 30 недель женщина получает в женской консультации больничный лист, который она вместе с заявлением о предоставлении отпуска по беременности и родам отдает своему работодателю. В общем случае мы считаем с вами, исходя еще раз, среднего заработка за расчетный период, то есть за 2 предшествующих года болезни декрета или отпуска. Если сотрудница уходит в декрет в 2018 году, то соответственно 2016 и 2017 год являются для нас расчетными. Но помним о том, что меньше определенного размера заработок за расчетный период быть не должен. То есть вы сравниваете две величины. Пособие рассчитано исходя из мрота на начало отпуска и расчет пособия из фактически отработанного времени и фактического заработка. Просто сотрудница может, например, либо маленькую очень зарплату получать, либо находиться, вернее вообще не работать и прийти на работу буквально за несколько месяцев до начала отпуска по беременности и родам. Значит, если мы возьмем с вами минимальный размер оплаты труда на 1 января 2018 года и умножим на 24 месяца, мы получим сумму 227 736 рублей. Тогда минимальный средний дневной заработок будет равен 311 рублей, потому что 227 736 мы разделим на 730. Вот в этом случае минимальный средний дневной заработок будет 311 и после запятой еще несколько цифр. Соответственно, если мы говорим про 140 дней больничного листа, то умножив 140 дней на 311 рублей 97 копеек, мы получим 43 675 рублей 80 копеек. Если многоплодная беременность 194 дня оплачивается и получается 60 521 рубля 62 копейки. Если же осложненные роды были 156 дней и это 48 666 87 копеек. Вот такие суммы минимального размера пособия, исходя из минимально допустимого заработка соответственно. Что касается максимального пособия по беременности и родам, максимальный размер ограничен максимальной величиной среднего дневного заработка. Опять мы сравниваем с вами доход годовой 718 755 делим на 730 календарных дней за предшествующие 2 года и получаем 2017 рублей 80 копеек. И поэтому максимальная величина пособия в 2018 году составит при обычных родах 282 493 рубля 15 копеек, при осложненных родах за 156 дней 314 778 рублей 8 копеек и при осложненных многоплодных родах 391 454 рубля 79 копеек. Эти суммы предельные, больше которых выплатить пособия нельзя, если доход сотрудницы превышает 718 755 тысяч за 2 предшествующих года соответственно. В последний день отпуска по беременности и родам сотрудница приходит и пишет нам заявление на отпуск до достижения ребенком возраста 3 лет, но пособие мы оплачиваем только до полутора лет. Дальше, если сотрудница остается в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, то здесь мы ориентируемся уже на указ президента тоже давнишние, 1994 года, номер 1110. Этот документ в последний раз пересматривался в 2014 году и, конечно же, следует сказать, что те суммы, которые там прописаны, явно не соответствуют текущей экономической ситуации. Этот нормативный документ все равно же действует и размер пособия, установленного для малышей в возрасте от полутора до трех лет, 50 рублей в месяц. Многие, конечно, называют эту цифру смешной, потому что даже соску на эту сумму купить невозможно. Правда, от полутора лет уже сосок нет, но я не знаю, что можно купить на 50 рублей. Многие работники поэтому просто не обращаются за назначением такого пособия, но вы должны быть готовы к тому, что если вы получили соответствующее заявление от своего сотрудника, вы обязаны начислить ему такую выплату и регулярно осуществлять соответствующие начисления. Вот что касается этого пособия, это пособие не за счет фонда социального страхования, это за счет работодателя, соответственно. А сотрудница может написать такое заявление, когда ребенка в отбор с полной с три года? Может. За все три года она получит? Полтора. За три. Она с первого дня выплачивается. С первого дня выплачивается. Судстраф признает, что выплачивается. Они как бы вникают в это, хоть и не за них что-то, но они говорят с первого дня. Потому что по трудовому кодексу пособие только до трех лет существует. Да. Как полутора нет такого пособия и с первого дня. Да. Это почему заднее число? Заднее число же ничего не выплачивается. Ну вот она не взяла, я уже ничего не подсказала, она вот в последний день написала. Ну да, за неделю. То есть нет такого, как вот полгода, да, вот какие-то такие выплаты, там дается полгода на подмоги. А здесь такого нет. Так. Так. И еще у нас с вами появилось новое ежемесячное пособие. Выплаты на первого и второго ребенка в 2018 году. Как работодатели? Нет. Да. Мы просто можем об этом рассказать нашим сотрудникам. Но опять же, те суммы, которые берутся в расчет, мы сейчас их обсудим, они не для московского региона явно. Давайте поговорим. Значит, федеральный закон 418-й от 28 декабря 2017 года о ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей, ввел возможность получения с 2018 года нового пособия на первого ребенка для некоторых категорий граждан. Суммы этого пособия различаются по регионам, потому что привязаны к прожиточному минимуму. Выплаты будут возможны до достижения ребенком полутора лет. На первого ребенка источником финансирования является федеральный бюджет. На второго ребенка они получают выплаты за счет средств материнского капитала. Какие требования предъявляются к тому, чтобы получить данное пособие? Родители или усыновители являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживают на территории Российской Федерации. Теперь ребенок. Ребенок должен быть рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Если дети родились раньше, в декабре, например, 2017 года, то на таких детей эти выплаты не распространяются. Далее. В семье должны быть низкие доходы, не превышающие за последние 12 месяцев в расчете на одного члена семьи полутора прожиточных минимумов в регионе, установленных для работающих граждан. Полтора прожиточного минимума. Конечно, вы рассчитываете, исходя из всех, правильно, исходя из всех членов семьи, весь берете доход. Сейчас мы это обсудим. Дети не должны находиться на полном государственном обеспечении, и граждане не должны быть лишены родительских прав, либо ограничений по родительским правам у них не должно быть. Итак, выплаты на детей являются целевыми. Решение в отношении каждой семьи будет приниматься индивидуально после изучения информации о доходах. Чтобы получить право на эти выплаты, размер среднедушевого дохода не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения субъекта Российской Федерации за второй квартал года предшествующего года обращения. То есть, если сейчас мы ориентируемся с вами на что? То есть, ребенок родился в январе даже или в феврале уже 2018 года, значит, ориентируемся на второй квартал предшествующего года на величину прожиточного минимума. При расчете среднедушевого дохода будут учитываться, в частности, вознаграждения за выполнение трудовых и иных обязанностей, включая выплаты компенсационного стимулирующего характера, пенсии, пособия, стипендии и так далее, выплаты правоприемникам умерших застрахованных лиц, денежное довольствие военнослужащих и так далее. Не учитываются суммы единовременной материальной помощи и доходы каждого члена семьи включаются в расчет до вычета налогов, то есть сумма начисленного дохода. То есть, чтобы нам понять, имеет ли семья право на эту выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить на 12 и разделить на количество членов семьи, включая рождение вот этого ребенка, соответственно. Если полученная величина меньше полуторакратного прожиточного минимума в нашем регионе, то можно идти в пенсионный фонд по второму ребенку или же в органы соцзащиты населения МФЦ, если идем про первого малыша подавать документы. Заявление можно подать в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Деньги выплачивают со дня рождения малыша, если сдали не позднее шести месяцев с даты рождения, либо со дня обращения для остальных случаев. Выплаты назначают на один год. Для продления надо подать новые заявления. И как только у ребенка возраст достигнет полутора лет, выплаты перестанут начисляться. Что касается регионов, субъектов, я размер ежемесячной выплаты прописала. В Москве выделено жирным шрифтом 14 252 рубля сейчас в Санкт-Петербурге. Это 10 367 рублей 90 копеек. Можете поискать, найдете обязательно в интернете расчет. То есть у нас там идет из расчета 20 с чем-то. 18 с чем-то минимальный прожиточный минимум умножен на полтора. Там 20 с чем-то получается. Исходя из этого, будет выплата в таком размере производиться. А это на первого ребенка? Или на второго? На первого. При рождении второго или третьего ребенка после первого января можно получить такую услугу, как льготная ипотека. Под 6% это тоже входит в программу нашего президента. Внесены изменения в действующие ранее госпрограммы. То есть у нас был продлен материнский капитал до 2021 года. Расширилось действие ежемесячной выплаты до 3 лет при рождении третьего и последующего ребенка. Значит, если вдруг вы будете работать в регионе с неблагоприятной демографической ситуацией, то на третьего и последующих детей, рожденных после 31 декабря 2012 года, только в этом регионе выплачивается ежемесячная денежная выплата. В Москве это не относится. Размер этой выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, установленных в регионе. И ежегодно этот размер индексируется. Узнать выплачиваемую сумму в конкретном регионе можно на следующий... Так, оформлять пособие нужно в отделе соцзащиты или же в многофункциональном центре. Еще раз скажу, что допустимый срок обращения полгода после исполнения ребенка трех лет. И один раз в год необходимо подтверждать право на получение пособия, предоставляя документы в обновленном виде. То есть справки о проживании, сведения о доходах и так далее. Что касается расходов, вернее, выплат на второго ребенка за счет средств материнского капитала. Здесь надо сказать, что вот программа материнского капитала должна была завершиться у нас после 2018 года. На 31 декабря 2018 года она должна была быть закрыта. Но по приказу, по указу, почему я все время называю приказом? Указ президента, материнский капитал продлен до 31 декабря 2021 года. Да, это у нас 432 федеральный закон декабря 2017 года. Но размер сертификата у нас не меняется. 453 тысячи рублей составляет. И еще 2 года будет составлять. То есть до 1 января 2020 года. То есть в 2018 и 2019 годы эта сумма остается. Не оправдались, к сожалению, ожидания семей по поводу единовременной выплаты из материнского капитала наличными 25 тысяч в 2017 году. Но выплаты наличными вернутся в 2018 году в программу материнского капитала. Новые ежемесячные выплаты на второго ребенка, рожденного после 1 января 2018 года. И еще сертификат, который дается на оплату дошкольного образования, можно будет использовать, не дожидаясь трех лет, соответственно. Да.